Сегодня у нас в гостях врач-ревматолог Видновской клинической больницы Бурлият Бариева и мы поговорим о ревматологических заболеваниях. Бурлият Мухадиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как заподозрить развитие ревматологических заболеваний? Можно, наверное, разделить на две группы большие. Это суставные и внесуставные симптомы. Суставные симптомы, собственно, это боль, припухлость в суставах, покраснение, ограничение движения, скованность. Внесуставные – это ревматологические заболевания, это системные заболевания, поэтому сюда можно и отнести и общие симптомы – слабость, снижение аппетита, снижение массы тела, температура, почечные симптомы, мышечные симптомы и по системам можно их разделить. А есть ли профилактика таких заболеваний? Профилактика для некоторых заболеваний ревматологических, к сожалению, не разработана. Это при псоретическом артрите, например, при болезни Бехтерева. Но общие такие меры профилактики – отказ от курения, снижение массы тела, что влияет, собственно, на нижние конечности, нагрузка идет. Какие вообще факторы риска? Факторы риска – вредные привычки, это раз – ожирение. К вредным привычкам больше всего относятся курение. Психоэмоциональное состояние, психоэмоциональное расстройство. То есть как это связано? Как говорят все болезни от стресса, от нервов. То есть стресс является фактором риска многих наших ревматологических заболеваний. В том числе, да. Наследственные генетические факторы никто не отменял. А кто больше всего подвержен этим заболеваниям? Есть ли половая принадлежность, например, возраст? Сложно сказать. У нас отдельные заболевания, например, при ревматойном артрите страдают больше женский пол. При болезни Бехтерева – мужской пол. Остеоартриты – это больше пациенты возрастные. Но сейчас и молодежь встречается, к сожалению, тоже. При подагре мужчины, перечислять очень много, при аутоиммунных заболеваниях системно-красной волчанки, молодые женщины чаще всего подвержены риску. Какие методы лечения существуют? Лечения у нас разные. Это чаще иммуномодуляторы при аутоиммунных заболеваниях системных. Если взять остеоартриты, вылечиться пациенты, к сожалению, при аутоиммунных заболеваниях полностью не могут. Единственное заболевание у нас – это реактивные артриты, когда пациенты полностью могут излечиться. Лечение подбирает, собственно, врач-ревматолог каждому индивидуально. И как получить консультацию врача-ревматолога? Через терапевта. То есть это сначала должен терапевт направить? Да, ну и любой другой врач может направить тоже. В нашей поликлинике в Видновской есть врач-ревматолог? Да. Вы принимаете? Да, я принимаю. Спасибо большое. Напомню, что у нас в гостях была врач-ревматолог Видновской клинической больницы Бурлият Бариева. Продолжение следует...